Десятая глава книги пророка Захарии Длинная книга и разнообразная по тематике. То у нас были видения, какие-то кони, что-то они там странное делали, всадники. То у нас был рассказ о будущем других народов в предыдущей главе. А в десятой вдруг появляется еще одна необычная тема. Давайте начнем и походу посмотрим. Я читаю свой перевод в рамках нашего проекта «Экзегет». «Просите у Господа весенних дождей в свое время. Это Господь собирает тучи, проливает ливни, каждому посылает на поле всходы. А идолы говорят ложь, видения гадателей врут, излагают они лживые сны, впустую утешают людей». Тема очень частая для пророков. «В Господе истинный Бог, а остальные боги или идолы, они не существуют, они лишь обман, они лгут, и, в общем, полагаться на них никак нельзя. Потому они разбрелись, как овцы, беда им, пастыря нет. Горит на пастыре мой гнев, вожаков стада я накажу. Посетит Господь воинство в свое стадо, дом Иуды». Вот история о пастырях. Кто такие эти пастыри? Ну, возможно, вожди народа, будь то первосвященники или некие политические лидеры, просто авторитетные люди, просто те, кто определяет судьбу этого народа, его жизнь. Об этом еще будет дальше. Это довольно известные слова Захарии, мы их прочитаем в одной из следующих глав. А пока просто особая ответственность, которая возлагается именно на вожди народа. Есть, безусловно, народ, который сам что-то для себя решает, но есть те, кто так или иначе его направляют, его пасут. Вот к ним он здесь обращается. И когда он их накажет, то он посетит свой народ. То есть в этом есть некоторые угрозы. Он уберет их, он займет их место, он сам будет пасти свой народ, но вместе с тем для народа это будет возрождением. Сделать его величественным конем боевым. От него, от дома Иуды, краеугольный камень, от него опора шатра, от него боевой луг. Все правители от него происходят. Вот здесь пророчество, которое можно считать мессианским. Краеугольный камень, ну или другие, боевой луг. Или все правители род Давида, род царя Давида. Он был из колена Иуды, поэтому действительно царская династия была именно из этого колена. И можно увидеть здесь тоже, да, пророчество какое-то мессианское, потому что подлинная царская власть может быть только от Иуды. И говорится здесь о том, что вот когда-то все будет восстановлено. Ну, видимо, и некий царь здесь тоже имеется в виду. Вместе они, богатыри в бою, втопчут врагов в уличную грязь, сразятся ведь с ними Господь и опозорят всадников они. Это, конечно, такое ветхозаветное описание триумфа, как военные прежде всего победы. Но дальше не только про Иуду. Дом Иуды я укреплю, дом Иосифа спасу. Пожалев их на место, верну, словно их прежде не изгонял. Ведь я, Господь, их Бог, отвечу им. Иосифов дом – это Ефрем и Моносея, два северных колена, которые ведут свое происхождение от двух сыновей Иосифа. Одного из братьев, да, который был продан в рабство и потом спас, собственно, весь свой дом. И его два сына, Ефрем и Моносея, были приняты Иаковом, их отцом, как, в общем, братья Иосифа, да, то есть наравне со своими дядями, что необычно, конечно. И поэтому Ефрем и отчасти Моносея – это Северное царство. Обычное название Северного царства, которое было разрушено еще ассирийцами, еще в VIII веке, то есть уже несколько столетий прошло. В общем, ждать возрождения этого Северного царства особенно не приходится. Но, похоже, что пророк Захария ждет. Будет Ефрем, как богатырь, обрадуется сердце их, как от вина, возвеселятся, увидев своих детей, будут радоваться Господу сердца их. Дам им знак, их соберу, ибо я их искупил. Будет много их, как прежде было, среди народов рассеял я их, но вспомнили они вдали обо мне. Будут живы они и дети их, и домой возвратятся. То есть возвращение из плена касается не только колена Иуды, но и Северного царства, чего, ну, в общем-то, на самом деле не произошло. Но, может быть, здесь пророчество не о какой-то реальности истории Древнего Израиля, а о некотором идеале, что собирается весь народ, не часть его, но весь, что нет вот этой частичности, привилегированности в собирании народа Божьего, а никто не должен быть потерян. Ну, если он потеряется, что делать? Ну, по крайней мере, мечта или попытка была. Из египетской земли их приведу из Ассирии, заберу в Гелиаде и Ливане расселю. Ну, это окрестные страны Гелиад или Галаад, он за Иорданом находится, сегодняшняя территория Иордании, Ливан, и сегодня называется этой страной, под тем же названием она существует. И на горах Ливанских там, ну, такое совершенно особенное место, их все время вспоминают, когда говорят о величии и красоте природы. В Геладе и Ливане расселю даже места не хватит, да, то есть их будет очень-очень много. Сквозь море гористые пройдут, пересохнут глубины Нила, низвергнется гордость Ассирии, жезл от Египта отойдет. В Господе будет сила их, с именем его будут жить, пророчество Господа. То есть воды Нила и гордость Ассирии – две величайших державы, Ассирии к этому моменту уже нет, есть только Вавилон, но Ассирия когда-то уничтожила Северное Царство. Значит, вот этот Новый Израиль затмит собой славу величайших империй прошлого и настоящего. Можно увидеть некоторые указания на политическую судьбу государства Израиля, допустим, современного. Можно увидеть все-таки в этом некое указание на Церковь, которая тоже себя считает Новым Израилем, которая превосходит политическую всякую реальность, которая собирает даже то, что уничтожено, как Северное Царство. Не только то, что рассеяно, но то, что уничтожено, возрождает, дает какую-то новую жизнь. Поэтому, конечно, с христианской точки зрения, 10 глава Захарии может быть прочитана как некоторое пророчество о Новозаветной Церкви, представляющих из себя некое единство. Вот то, что еще в Ветхом Завете было сказано как бы изнутри него, в Новом Завете сбывается с каким-то совершенно новым ощущением. Субтитры создавал DimaTorzok